Это такая драма, профессор. Это так ужасно. Я просто не знаю, что мне делать. Помогите, профессор. Снимайте штаны. Болячки Дорогие друзья, четверг, рубрика Болячки. Доктор Давид и его подмастерье Иван Бушмакин, да, который у нас и филолог, и маркетолог, и радиоведущий, и хирург. Значит, всего понемногу набрал, как губка. Ну что, невротики? Да, но это не та тема. Какая-то? Сегодня та тема. Неврозы. Будем с вами со всеми тут разбираться в студии, потому что... Мы уже разбирались с доктором специальным уже по этому поводу. По какому поводу? Невротики. Невротики? А мы про неврозы поговорим, про то, как лечатся. А почему нервы, но неврозы? Ну а как, подождите, а как вы предлагаете назвать? Нервозы. Нервозы. Ну какой смысл называть? Нервозики. Нервозы. Нараздо прилично, кстати. Да, это невротик. Нервотики. Нервотики. Нервотики, да. Доктор. Давайте, смотрите. Во-первых, разберемся для начала, что такое же неврозы для взрослого человека, в частности для нас, и с чем связаны те проблемы, с которыми наше общество столкнулось, ну, в частности, в последние лет 20-30. Конечно же, тот ритм, в котором пытается нас заставить жить мир, в частности, работа наша, да, средства массовой информации, технологии, которые становятся для нас доступными, делают все для того, чтобы наш организм находился в постоянном напряжении. Кстати, тут было сообщение на этой неделе, что стресс постоянный есть одна из причин болезни Альцгеймера, провоцирующей. Слушайте, вообще стресс один из самых провоцирующихся, ну, наверное, из самых часто упоминающихся в медицине. Надо хотя бы на маяке сделать социальную рекламу. Забей. Забей. Не партия, да? Нет, забей. Понятно. Что забивать-то будет? Ну, вообще, слушайте, Ростов Ильич, а действительно, вот есть же выражение такое в народе, все болезни от нервов. Да, 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 ну, можно говорить, во всяком случае, можно говорить с точки зрения именно провоцирующего факта. Провоцирующего. Да, смотрите, что такое неврозы вообще? Это, конечно же, группа нервно-психических заболеваний, расстройств, которые вызваны действием неблагоприятных факторов и на человека, которые выражаются в нарушении психоэмоциональной сферы человека и различных вегетативных расстройств. Это что такое? Вот это непонятно. Но об этом тоже поговорим, смотрите. Главное, главное упомянуть, что в отличие от психозов, вот эти неврозы, они не сопровождаются, как бы, выраженными нарушениями поведения. То есть, скрытые все? Да, то есть, могут быть проявления, но вот как бы такого психоза нет. Изменений в органах, как бы, нет, органических, да, да, смотрите, органических нарушений при неврозах не бывает. Но статистика говорит о следующем. Значит, дети, порядка 25% страдают неврозами. Да, особенно... Даже вот школьный невроз. Школьный невроз, даже понятие есть. Более того, ребенок в возрасте 3-5 лет страдает неврозом ребенка, вот именно переходного периода. Взрослые, ну, по разным данным, от 50 до 80, там, 90% людей, которые ведут активный образ жизни, значит, заняты эмоционально, не то чтобы эмоционально, а умственным трудом, работают топ-менеджерами, да, занимают руководящие посты. Ну, их не жалко. Их не жалко. Такие бабки, что они деньги получают. Окей, слушайте, я вот могу сказать, что уверен, что 99% людей, которые служат силовых органов, страдают неврозами, да, в той или иной степени, потому что вот будем когда с доктором о симптомах говорить, вот в этой студии, могу так сказать, 100% нас страдает неврозом. Кто? Мы все, мы все. Мы все точно. Значит, очень интересно. Ну, Леха, это точно, он дерганный. Смотрите, очень интересно, как лечили... Трясется за хату все время. Ну, за... Это глав... Смотрите, пятикомнатные аргументы. А, мол, здесь это от этой цифры. Последние аргументы, да. Я только когда узнал, что Леха библиотеку хочет делать в одной из комнат, я же вообще обалдел. Электронные? Нет, митинские. Нет, в том-то и дело. Электронные абсортиры поместились. Не надо адрес, слушайте. Мне уже тут пишут, ограбить мог. Ну, и ростово, еще идите. Митинский невротик. Нет, ограбили и украли комнату, представляете? Ах, в Митино. В Митино, в Митино. Давайте еще раз скажем, где я живу. Все нормально. Мы еще не знаем, мы еще не были у вас. Значит, как только побываемся, надо что-то скажем. Я вам капкан поставлю перед дверью. Так, невротики. Значит, по... Жидкий капкан. О причинах чуть-чуть попозже. О причинах чуть попозже. О дверя будете оставлять капкан? Ну, то он будет оставлять. Он будет. Значит, о причинах чуть-чуть попозже, да, какие пусковые механизмы являются причиной возникновения, это обязательно расскажем. Очень интересно. И есть ли какие-то средства устойчивости от этого дела? Обязательно. Об этом тоже поговорим. Но очень интересна история лечения неврозов, потому что как-то с того момента, как жизнь человека на планете Земля стала приобретать оттенки эмоционального возбуждения, это не норма, это не норма, и об этом четко говорят... Норма в деревне только? Подождите, нормы, и об этом говорят состояния, в которое вы впадаете. Потому что там разные процессы. Процесс торможения, процессы возбуждения. Об этом тоже сегодня поговорим. Очень интересно. С древних времен есть несколько способов, которые человечество применяет до сих пор. И я так понимаю, Алексей вот в этом плане очень близок к нам с доктором сегодня, потому что он для нас на самом деле... Идеальный пациент? Нет, то, что он делает. Помимо того, что является идеальным пациентом с точки зрения рассмотрения... Простора для лаборатории. Нет, рассмотрение процессов старения, да, и влияние их на умственную деятельность, значит, возникновение всегда угасания, симптомов Альцгеймера, болезни, болезни Паркинсона, конечно же, Алексей для нас еще и для всех настоит. Настоящий доктор. Доктор. Для нас? Для нас, для всех, потому что в древние времена... Я сейчас расскажу о том, как... Лечили неврозы. Старостью? Нет. Нет. Ты излечишься в старости. Да. Нет, чужую. Самое важное, это же, конечно, арт-терапия. Арт? Арт-терапия. И только за это, не за эти сковородки, не за этот вапороны... Не за это кидалово. Не за это кидалово мы должны быть обязаны. А за ту психологическую разгрузку, которую Алексей несет со сцены своего театра российского академического... Ну, то и Петросян разгружает, да? Малый или молодежный театр? Малый или молодежный? Молодежный. Вы же претендуете на культурного человека. Да, очень малый театр. Смотрите, арт-терапия. Во-первых, музыка. Музыка и музо-терапия. Да, 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 дайте вот чуть-чуть, вот, пожалуйста. Послушайте просто. Что-нибудь хорошее. Дай помолчим. И заколыхал. Ага, наливай. Это терапия. Прикурить. Дайте, пожалуйста. Это кто у нас композитор, кто терапевт? Спайс. На самом деле, смотри... Спайс. Спайс. Так. Смотрите. Спайсы запрещены. Как только появилась... Только из броневиков. Как только появилась музыка, как только появилась музыка, вообще, как только появилось искусство... Алексей заколыхался. На самом деле, значит, внутреннее непонимание процессов, которые способны успокоить человека, да, все это стало влиять на общество. Более того, уже в 19 веке были сформулированы уже принципы именно лечения неврастения и неврастенических синдромов, воздействия музыки, в частности, были... Барон, это герои. Да, невропатологам, корнингам сформулированы. Из 19 века это просто как терапия применяется. Значит, смотрите, конечно же, аутогенная тренировка, которая известна, ну, наверное, больше на Востоке, да, и здесь Алексей тоже нам, наверное, способен... Он же с Востока. Он же с Востока Москвы. С Востока Минтик. С Северо-Востока, да. С Северо-Востока, да, но чаще всего эти именно... именно эта терапия применялась в Китае и в Индии. Что такое автоген? Это самовнушение. Автоген, это авторитет. И на самом деле Фройд и Юнг, вот эта история с психоанализом, которая нами была разобрана буквально на прошлой неделе в рамках просмотра фильма «Опасный метод», они, помимо всего прочего, занимались еще и лечением гипнозом. Да, и вот эта история самовнушения с внушением, с убалтыванием человека тоже существует очень, ну, с тех времен, как появились люди, которые были способны дать объявление на стене. Смотрите, моего любимого артиста Билла Мюрре, или Марре, как его на Западе называют, пересмотреть фильмы. У него есть такой фильм, 91-го года, «А как же Боб?». А, шикарный, кстати, фильм. Где он начинается с того, мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо. Психа, который боится вообще свежего воздуха. Всего, всего боится. Отличная комедия, посмотрите, ребята. Восточные люди, кстати говоря, они предрасположены к медитации. Европейцу очень трудно этим заниматься, поэтому для этого нужны специально обученные люди, чтобы европейского человека, вводить в это состояние, а те входят сами почему-то. Более того, по некоторым данным, количество людей, страдающих неврозами, допустим, в странах, в которых широко практикуются вот эти методики, связанные с медитацией, с гипнозом, с расслаблением, йога, количество просто неврастеников и невротиков, таких, как мы, оно гораздо ниже. Ну, мы просто, наверное, вот то общество и те традиции... Храм надо ходить чаще. Там знаете, как успокаивать? И те традиции, в которых мы живем... Если только не пришли артисты из Пусирая. Пусирая, да, не позволяя. Конечно же, значит, использование санаторно-курортного лечения, да, ну, потому что... Остановиться, чтобы совсем... 400, 500, 600 лет это возникновение всех популярных, лет назад это возникновение всех популярных курортных направлений, в частности, в Европе, да, где отдыхали, значит, королевские особы, придворные, значит, куда выезжали целыми семьями, проводили там по несколько месяцев, воды, соответственно, да, специальные, бани, но это больше вот русская уже тема. Бани, 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 бани... Скажите, пожалуйста, а терапия близости, вот она помогает невротикам или наоборот? Близостью чем? Близостью с чем? С чем? С природой в виде людей. С полицейским. Ну, если ваш партнер тоже невротик... С Казанским. Да, если ваш партнер тоже невротик, боюсь, значит, вот эта синергия только усилит проявление... То есть с мумией надо... Нет, слушайте, а здесь... Растрястись! Суховато! Они-то же говорят, что после человек успокаивается, и оба и успокоились. Потом, может быть, наступит опять вот, когда, ну, в исполнении нету какого-то, когда вот, ну, вы о чем сейчас говорили, сексуальных отношений, да? Ну, помогает ли любовь вообще избавляться? Не, вот, да. Не, любовь помогает, женщина нет. Женщина нет. Серьезно? Очень интересное... То есть к собаке любовь помогает, например? Собака. Смотрите, о собаках. Хочу вас собаку завести. Давайте о собаках. И кошки, кстати, вспомните, уже говорят, что кошка... Нет, кошка, это если добрая... Это же есть целое направление, доктор, не... Зоотерапия. Зоотерапия, это действительно общение с животными, оно практикуется до сих пор, в частности, с лошадьми, значит, с дельфинами, да, с морскими... С морскими... С козлами. Нет, ну, с козлами, а не вонючей. Вы общаетесь вот тут, да, я так понимаю, и вам очень тяжело... Спасибо за самокритику. Да, за самокритика. Значит, если про собак, вот очень яркая зарисовка из 24-го года, из вашего родного города Ленинграда. Во время наводнения павловские собаки, на которых ставили эксперименты, вот по условным рефлексам, да, по всем этим... С фистулами там, со всеми... Да, со всеми... Были во время наводнения на лодках отправлены в безопасное место. Так у них нарушились процессы реально психологические, ну, вот если мы говорим об этом, то есть вот этот стресс, нахождение в лодке, наводнение, ситуация, которая вокруг них складывалась... У собак? У собак. А вы представьте, что происходит с человеком, да, насколько сложна наша нервная система, насколько велики нагрузки на неё... Как люди на Титанике-то перепугались. Ух, я уж не знаю, как люди на Титанике... Как Декаприо перепугался. Как Декаприо нас. Сейчас в 3D пугаются. Сейчас в 3D пугаются, да. Слушайте, а вот дедма Зайцев когда собирал там... Он же успокаивался в этот момент. Натерпелся, дед, сам успокаивался. Сам успокаивался, конечно, да. Давайте вот о причинах, да, вот, потому что очень интересно разобраться именно с причинами возникновения всех этих состояний. Их огромное количество, на самом деле. Что может привести... Одно, наверное, из самых таких, как бы, разноплановых, полиэтеологичных состояний невроз. Их несколько существует типов, ну, выделяют несколько основных групп. Но главная причина, основная, как бы, идеология, основные причины возникновения. Обычно это внезапные и тяжёлые психические травмы. Например, там, смерть близких, опасные для жизни ситуации, стихийные бедствия, неожиданные несчастья. И вот невроз... Неожиданное счастье, нет? Нет, это уже позитивное. То есть, именно тяжёлые психические травмы. То есть, счастье, это всё-таки не травма, это, наверное, какое-то поощрение. Это внезапно. А если хронически нагло укапает какой-то геморрой? Ну, вот топ-менеджеры, у них же нет несчастья. Нет, они находятся в постоянном. То есть, вот невротические реакции обычно вообще вот при неврозах, они возникают при относительно слабых, но длящихся довольно длительно или вообще многократно действующих раздражителей. Вот эти вот влияния, они приводят к так называемому эмоциональному напряжению нашей нервной системы. И, соответственно, это приводит к конфликту внутреннему и разладу нас с самими собой. Ну, вот очень интересный, очень простой пример из физиологии. По-моему, второй курс медицинского института. Уж вот, честно говоря, не отвечаю за... Рустам уже тогда торговал телефонами и не учился, но ему рассказывали. Да, да. Мне рассказывали бы... На экзаменах тебе рассказывали. На экзаменах рассказывали. Если мы говорим о процессах перенапряжения, с которыми сталкивается человек каждый день. Очень яркий пример. Смотрите, почему мы выбираем для отдыха, допустим, отель, загородное проживание, лес, баню, или просто пустую... Среду усменить, значит. Подождите, не пустую среду. Мы пытаемся ограничить количество раздражителей. 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 Смотрите, почему человек засыпает? Да, вот просто... Нет контакта. Очень простой физиологический процесс. В нашем организме, чтобы вы понимали, насколько нам тяжело. Смотрите, либо перенапряжение глазных наших анализаторов, либо слуховых. То есть в тот момент, когда наши слуховые анализаторы, либо звуковые, причем около телевизора, да, вот люди любят засыпать. Потому что звуковые... Переполнены. Переполнены просто, да. И система отключается. Система отключается. А вы представьте, вы 12 или 16 часов на работе. Постоянное раздражение через зрительный анализатор, через слуховые. Вообще просто эмоционально человек попадает... Прекрасную, кстати, книгу рекомендую всем тем людям, которые, как и я, и как все вы, страдаете неврозами. Потому что я вот неврастинник настоящий, да. С абсолютными диаметрально противоположными перепадами настроения в течение дня, там, раз по 10. Прекрасная книжка. Прочитайте обязательно. Ментальные ловушки, да, в которых мы находимся. Мы, когда начинаем думать о том, что еще не произошло, что было, и пытаемся просчитать какие-то ситуации. Представьте, какое количество раздражителей на квадратный сантиметр нерва одна в нас. Руслова, а вот смотрите, вот есть три поговорки очень хорошие. Вот вы сейчас просто об этом сказали, советуют им следовать. Не плачьте над пролитым молоком, а человек это всегда делает. Не пилите опилок, вот. И не пытайтесь перейти мост, а не дойдя до него. Это главные... Нет, подождите. Это главные ловушки, в которые попадает человек, да, но об этом чуть похоже. Да, это вот пример на уровне очень простой физиологии. Да, то есть вообще вот саму, как бы такую научную базу подвел вот как раз-таки наш товарищ Павлов. Он вот именно заложил основы вот этой патофизиологической природы неврозов. То есть он попытался это объяснить. То есть основные причины, основные как бы механизмы возникновения неврозов, это вот именно то, что сказал Рустам, перенапряжение основных нервных процессов. У нас фактически два нервных процесса всего основных. То есть это раздражение... Старт и стоп. Раздражение и тормоз. То есть все наши процессы, они фактически протекают в двух направлениях. Либо они активизируются, либо они останавливаются. И когда идет перенапряжение, то есть или избыточное раздражение, или избыточное торможение, вот это как раз-таки и приводит к неврозам. Тот же Павлов, он впервые выделил типы неврозов, то есть невростыния, истерию, невроз навязчивостей. Невроз навеки. Не, навязчивостей. То есть он попытался еще выделить предрасположенность к тому или иному неврозу у различных типов. Знаков задержки. Нет, различных людей. То есть он считал, что существует три типа высшей нервной деятельности. Это художественный, мыслительный и промежуточный. То есть, например, невростыники, возникает невростыния у людей промежуточного типа. А истерия у представителей художественного или мыслительного. А что такое промежуточный тип? Нет, Алексей у нас, я думаю, все-таки художественный тип. А промежуточный это что? Промежуточный, то есть он склонен... После работы в пиввар? Это не невроз. Это не невроз. Это в ротик просто. Нет, я имею в виду промежуточный тип. Пиво. — Нет, промежуточный тип, то есть как бы есть люди, которые мыслят образно, то есть множество образов каких-то. Другие, как бы художественные, они более предметно, а промежуточное — это что-то посередине. — Не определились. — Ну, практически да. И вот как раз-таки Павлов, он продолжал это изучать и пытался разделить на некоторые типы. Ту же самую невростынию, те же самые раздражители, он пытался как-то сгруппировать. То есть как раздражители влияют на человека. — Ну что ж, друзья мои, сегодня мы говорим о невростении, мы сегодня говорим. — И невростении тоже. — О неврозах, да. И убаюкивающий сладкий голос нашей новостной королевы Людмилы, да. Сегодня сейчас мы будем слушать и успокаиваться потихонечку, а потом продолжим снова напрягаться, да. БОЛЯЧКИ — Ну, да, РАШАДО. — Так вот, друзья мои, сегодня мы в рубрике «Болячки» говорим о неврозах. Ну, много сказано, все больны, да, все больны. — Практически, да. — Но вопрос, доктор, главный — надо ли лечиться? И чем опасен недолеченный невроз? — Вроде санатория. — Может ли он во что-то перейти? Или, в принципе, можно их хронически, так сказать, нервничать? — Некоторые живут годами и умирают со своим первым неврозом вместе. — Вместе, да? — Да. — Звучит трагично. — Трагично. — Нет, то есть даже пословица «Бог простит нервную систему никогда». — Слушайте, а вот все об этом говорят, кстати, береги нервы. — С молодым, тюбинское поговорок. — Нервы дороже, нервы дороже. А почему, собственно говоря, никак не получается себя... — Беречь? — Ну, ты живешь в мегаполисе, вот мы с вами. Вот мы, я понимаю, все невротики здесь. — Да, абсолютно. — Такие ярко выраженные по-разному. — Ну как, у меня не выраженные вообще. — Ну, смотрите, ну вот как. — Выражен, выражен. — Да нет, ну вот псих. — Нет, не псих, а не вроде. — Да псих. — А сейчас вырутили. — Шальной, блин, совсем, да. А что вы говорите? Нет, ну а что нам делать? Смотрите, вот сейчас закончится эфир. Ну, предположим, да, вот, ну, гипотетически. Вот мы выйдем, что нам делать? Сядем в машину, опять сталкиваться. — Таблетки помогают. — Сядь в трамвае. — Это первый путь к лечению, Лёха. — И в санаторий, и в санаторий, или в монастырь. — Мы же не можем отсюда. — Нет, подожди, действительно, мы же не можем же в санаторий сейчас поехать отсюда сразу. — Алексей Алексеевич, вы сейчас из одного стресса просто перейдете в другой, плавно. А стресс никуда не денется, к сожалению. — Я вам говорю, что делать-то. — Перестань стричь ногти, вот как ты это делаешь. — Не подкрашивать лакомых. — Нет, 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 я уже пробовал, не помогает. — Этот французский педикюр на руках у тебя не идет. — Вы же в стрессе постоянно. — Постоянно. — Вы же не можете определиться, с кем вы, с народом или вот с этими во всеми. — С главурными подонками. — Да, актерами. — Ну и что такое, это нормально, дуальдия и разрывает. — Ну и это хорошо, это меня подпитывает. Ну и что? — Ну и то. — А ты в больной, а я с народом. — Какие с народом? — У меня мандат народный. — Вот это абсолютно шизофрения. Я с народом. — Два шизофреника. — Два шизофрения. — Один с народом, друг с... — Другой с народом, доктор. Если есть слово о лечении Медикаментозные сначала Эти препараты слишком специфичны Чтобы называть их название в эфире Они излечивают? Они помогают Они помогают справиться с этим состоянием Препарат водка вы можете назвать? Это не препарат, это продукт питания Помогает он? Он отвлекает Я бы так сказал Он не лечит, он отвлекает В любом случае убираем причину Убираем стресс, убираем окружение Убираем раздражители Это первый шаг к лечению К Стерлигову только, единственный путь Судя по нему не действует Никак Хочете из примера великих Как великие выходили Из этих состояний Обломов допустим Это мифический персонаж Я понимаю Великий обломов Сам писатель Гончаров Находился в состоянии жуткого невроза И на два месяца с лишним Погрузился в работу И вышел из этого состояния И вообще трудотерапия А что он делал-то В эти два месяца? Писал А, это работа? Писал Обломово И вышел Более того Трудотерапия, как один из аспектов Выхода из состояния неврозов Актуальна до сих пор Вопрос в следующем Чтобы трудотерапия Не превратилась в трудоголизм Как это у нас бывает обычно Но важно не просто работать А как Алексей Зарабатывать Нет, нет Давайте на мне опять рассмотрим А как Алексей, который действительно Человек, который получает удовольствие Выходя на сцену И радуя людей Но скоро оно закончится Когда ремонт Своей загипсованной ногой Радуя своим талантам Когда делать-то будет нечего больше Все, вот тут его и накроют Это важно Это очень важно Получать удовольствие Слушайте, а смена деятельности Тоже ведь важна Очень, очень важно Потому что даже устав здесь Вот мы с товарищем инвалидом Пошли тут репетировать Рукинролли Кстати, реально снимает Оттянул сильно Вот барабаны Да-да-да Причем такие децибелы Правда, до дома еле дошли Выпивать не надо было Мастер, ну ведь позитивные эмоции Позитивные, ребят А слушай, ну бывает же такая вещь А как расслабиться тому Кто не умеет вот это все Послушать нас Я тебя научу Вот-вот, пожалуйста Вот еще один вариант Может сынка научить Папа, это хорошо Да, сынок, неплохо А бывает же вот в обратку Вы говорите, что Система не срабатывает Или точнее срабатывает Глаза закрываются Все отключается А почему бывает так Ты перевозбудился И ты вообще не можешь заснуть А это что такое? Это, то есть процессы торможения Нарушены Это вообще стадия такая Организм, он не может Бесконечно компенсировать В какой-то момент Он просто выключается А потом-то крепко спите Странно и еще не определено Не поддерживается Абсолютно всеми специалистами Существует множество Классификаций Множество синдромов Которые разные специалисты Описывают по-разному Существуют разные школы Но мы стараемся Придерживаться Международной классификации Болезней В которой Постарались Раскидать неврозы По синдромальному признаку То есть по синдромам Это выделяют Следующие типы То есть международной Классификации болезней Невроз страха Истерический невроз Два варианта невроза Навязчивости Фобический и обсессивный невроз Депрессивный невроз Невростения Синдром Я тебя фобически бою Это масло масляное Получается Синдром Синдром деперсонализации И ипохондрический невроз Давайте вот начнем с такого С распространенного С невростения Это Это такое Невротическое заболевание В котором Преобладает Так называемый Невроз Истощение Истощение Эмоционального Фактически да То есть Впервые Помнишь тут недавно Открыли эти американцы Новый Синдром Эмоционального Как же там сказать Ого Ну эмоционального Вот как раз истощения Да У офисных Типа нет эмоций Нечем переживать Ничего не вызывает эмоций А эмоциональные Да То есть Вообще Чисто конституционально К невростынии Больше склонны люди Астенического типа То есть Такие худые Поджарые То есть Те у которых Ну скажем так Мало компенсаторного ресурса То есть Чисто Конституционально Но он копится Ресурс только внешний Начинают присутствовать Но поздно уже Для клинической картины Невростынии Вот фобии Они не характерны Истерические То есть Точно говорят Тощие, злые То есть На что жалуются На что жалуются Больные невростынии Они отмечают Вот как-то Какое-то вот Общее Плохое самочувствие Неконкретно Вот нету сил Ни физических Ни умственных Это как на критические Не похоже То есть Непонятно Почему Ну почему Ну позасыпают Кстати говоря Ну просыпаются От малейшего шороха От капли воды Вот капля упала Человек про шорох Мухи Шорох Да На стриме шоу То есть Они говорят Ну нету какой-то бодрости Все время ощущают Разбитость Организма всего Слабость Любая нагрузка Для них это проблема Они вот Прямо не знаю Для них что-то сделать Это подвиг Потому что Это физические какие-то ощущения Нет Вот то-то и оно Что физически Они на это способны Но это вот именно Внутреннее состояние Смотрите Внезапные вспышки обиды Да Такой Человек с вами разговаривает Вот я про критические дни И просто человек Раз И у него Допустим В глаза На мокром месте С чего Вообще ни с чего А вы на него посмотрели криво А вы как-то Или вот он Что-то подумал То есть Физических нарушений Никаких нет Смотрите Очень интересно Когда человек Вот как вы Мне кажется Я не такой Очень ваш Мне кажется Симптом Чувство голода Чувство голода Которое у вас Возникает При виде еды Вот У вас на столе Оказывается еда У кого нормального человека Не возникает Чувство голода При виде еды Нет Какая глупость Смотрите Не возникает Не обоснованное То есть Вот это даже Граничащее с булемией Когда ты пытаешься Вот это тоже Один из симптомов Невростении Да Этого состояния Нет у меня чувства голода Мне просто Нравится ездить Ну что Нравится ездить Нравится ездить Да Итак Еще Понравится Ну потливость Да Ну смотрите А вот чисто Как бы Дай ручку Подробую Как в быту В быту На работе Думал обо мне говорят А коса у вас Сергей Тут еще главное Как бы Для работодателя Еще что У невростеника У него падает Продуктивность Падает Вообще Желание Как нет Желания работать Он быстро Утомляется Как лечить вот это Давайте сразу Давайте Состояние Смотрите Пропотревые ручки Обязательно надо сказать Ну это ноги Это ноги А не руки Ну попробуйте руки Хотя они такие же Красивые Как и мои руки Вот посмотрите Которые могут взять Полторы октавы И пальцы такой же длины На ногах Дальше Да Сердцебиение Очень часто Один из симптомов Да Часто сердцебиение Которое возникает У невростеника Как невростеника Лечить По поводу лечения Принципы лечения Всех неврозов Они приблизительно Одинаковы Опять таки А как можно Разные вещи Лечить Один из симптомов Доктор всегда Говорит Ну лучший доктор Это конечно Время Успокойтесь И покой Выпейте И покой Нет Сергей Получается То есть Для всех неврозов Характерно Характерно Одни принципы лечения Убираем Раздражители Постоянные Ну вот если Человек раздражает Что раздражает Невротика Все Невростеника Вообще все А что куда убрать Вот вся проблема В чем Что вот эти состояния Они длятся годами Потому что мы не можем Себя выключить Из работы Допустим На несколько месяцев Мы не можем Себя выключить Из социума А социум на нас давит На нас давит все Напрягает все Стены Потолок Ну что их напрягает Мне кажется Это просто люди Горью не хлебались Ну возможно Нет Сергей Тут понимаете То есть вы испытываете На меня давит Не знаю что Да ну пошел ты Не работай На вас давит Туча раздражителей Звук Изображения Да не давит Ничего на меня Вообще ничего не давит Как не давит Звук погромче Изображение поедче У вас три мобильных телефона Вот даже просто Количество звонков Сколько звонков В день получается Нисколько я не поднимаю А да Согласен А это же бесит Людей 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 Которые вам звонят Людей да А я-то Спокоен Да Ну по поводу лечения Опять таки То есть те же принципы То есть поэтому Они к сожалению Практически недостижимы И к ним прибегают Самые запущенные Смотрите Нет Очень интересно Допустим чередование Да Значит Периодов раздражения Да И усиление этого раздражения Допустим Очень часто используется Перенагрузка какая-то Организм Не знаю Леша вот прыгает С парашютом или нет Но вот такие яркие Эмоциональные переживания Которые способны Перезагрузить А я не могу кстати Прыгнуть Вот смотрите Перезагрузить реально Нервную систему То есть А стресс То есть такой удар Такой удар Шоковая терапия Да Вот как допустим Припадки лечатся Да Или шизофрении Когда практически Тебя сажают На электрический стул Пытаясь перезагрузить Вот здесь такая же история То есть максимальная Эмоциональная нагрузка Способна На какое-то время Убрать вот это Раздражение Айтишники поймут Кнопка ресет Которая вызывает Полное как бы обнуление Смотрите Вот я сегодня Мне же нужно искать Где-то лечение Вот я сейчас Один у меня род деятельности Я тут полностью загрузился Все уже У меня не воспринимает Ни звук Ни звук Ничего Подождите А вечером у меня спектакль То есть собственно говоря С одной стороны Тот же род деятельности Нет Тот же род деятельности Я что-то тоже делаю Но делаю С другой аудиторией И Ну Другим способом В принципе Это же более В принципе Я же сбрасываю себя Я же сбрасываю Другой род деятельности Для вас смена деятельности Это стряска Это стресс И это тоже симптоматика Алексей Алексеевич Чего Часто ходить Я бы обратился Все-таки К урологу И ну Я не могу смотреть На ваши Каждые полчасовые Сергей приучил Ты меня к этому Он мне раньше Теперь как собака Бал Он бал А я собака А я абсолютно здоров А Сергей здоров А я заболел Вам это Главное запомнить И все А от меня Уже отталкиваетесь Как где вы там А у него Другая кстати говоря Мы ходим А он вообще не ходит Никуда То есть фобия Это боязнь чего-либо А вот Невроз навязчивости Он зачастую Комбинированный То есть Одновременно Есть фобия К чему-либо И есть Навязчивое желание Нередко Противоположное Этой фобии Например Человек боится Острых предметов И И при этом Хочет нанести Кому-то траву Этим острым предметом Причем Это желание Навязчивое То есть Он Это уже опасный человек Вот Так защищается Да Не боюсь Я даже могу Кого-нибудь Сядь и убить Ну Это уже будет Психоз Скорее всего Обычно Не делают Это всего лишь Желание Он боится Но хочет При этом сделать Но не обязательно Что он делает Например То есть Мытье рук То есть Человек Боится Заразиться Каким-либо Заболеванием То есть Навязчивое желание То есть фобия И при этом Все время Моет руки Чтоб не заболеть То есть Какое-то действие Производимое Ну как герои Кстати говоря Леонардо Декабре Фильм Авиатор Да То есть Например Боязнь Покраснеть Перед Как называется Эройтофобия То есть Боязнь Покраснеть Перед Чужими людьми То есть При этом Они делают Все То есть Действия Чтобы ни в коем случае Не покраснеть У Аршавина есть такое? Он не боится краснеть Он же в зените играет Он такой вытворяет У него диатез Наверное С такими деньгами У него все же Невозможно не краснеть Уже Совесть давно потеряется Ну и еще Какой-нибудь доктор И еще какой-нибудь симптом Ну и естественно Истерия Истерический невроз Это женская история Не только Не только К сожалению Слушайте Очень интересная еще заметка Как один из методов лечения Куклотерапия Это когда вам предлагает Психотерапевт Психолог Сшить куклу На свою руку Вспомните Вспомните Бобер Бобер И реально Разговаривать с этой куклой Которая создана По вашему образу И подобию И пытаться Таким образом Именно снять Неврозное состояние Вот Не знаю Какую куклу Сшил бы себе Алексей На свою руку Прекрасную С маникюром Красивая кукла С французским маникюром Да А японцы Вот лупят Начальство В виде кукол Они же снимают Невроз Стресс Они снимают Стресс Чтобы не дойти До невроза Доктор Ну и есть ли универсальная За 10 секунд Метод избавления Водка Оттягивает момент Правильно А что лечит Лес и монастырь Там тихо И спокойно Вариант Для Майкидова Да